Мая 2021 года, среда. Традиционный вебинар белорусский. И сегодня мы проведем вебинар немножко в необычном формате. Обычно у нас состоит вебинар из презентационной части и потом какие-то у нас обсуждения, либо комментарии, либо еще что-то. Сегодня презентацию буду читать не я. Я поставлю очень хороший ролик, который появился буквально вчера. Он где-то 25 минут, но он просто, я бы сказал, что изумительный. То есть кто-то над ним очень хорошо поработал. И там, в принципе, все и про компанию, и про сравнение с другими, с Apple в частности. То есть очень такой качественный ролик. Поэтому мы, наверное, начнем с него. Потом поделимся впечатлениями, как он вам понравился или нет. И дальше мы перейдем к специальному нашему гостю, который был в эти выходные в Мариной горке. И там было очень интересное событие, развивались. И этот человек расскажет о том, что там было, как проходило, кого они видели. Ну и потом в конце уже пообщаемся, то есть какие-то вопросы ответим. Ну у нас уже 8 человек в группе. Так что я в качестве участников. Так что я сейчас ставлю тот ролик. Ну и всем желаю приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok В этот раз относительно скорости развития Skyway. Одни говорят, что компания развивается стремительно. Другие же имеют абсолютно противоположное мнение, утверждая, что процесс сильно затянулся. Давайте поговорим об этом. Чтобы сделать это более наглядно, посмотрим на историю капитализации компании Apple, самой богатой компании в мире. Ведь бытует мнение, что Skyway такая же прорывная компания. И разница только в том, что Apple выходили на рынок IT-технологий, а Skyway выходит на транспортный рынок. Сколько же лет Apple шла к своему успеху и в чем его залог? Apple была основана в 1976 году и стояла у истоков персональных компьютеров. Компанию основали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн. Произошло это знаменательное событие в доме приемных родителей Стива Джобса, а точнее в гараже. Кстати, Рональда Уэйна называют одним из самых больших неудачников в мире, ведь он лишился десятой доли компании всего за 2300 долларов. Дело в том, что у Рональда Уэйна не было уверенности в благоприятном будущем данной компании. К тому же у него была собственность, которой он рисковал в случае, если бы дела в данном бизнесе пошли неудачно. Юридически все члены компании несли ответственность за любые долги компании, даже если они возникли по вине другого партнера. У Джобса и Возняка еще ничего не было на тот момент. Они практически ничем не рисковали, а Уэйн мог потерять свою собственность, которая могла отойти в пользу кредиторов, если бы дела пошли плохо. Напомню официально, компания Apple Computer Inc. была зарегистрирована 1 апреля 1976 года, а Уэйн отказался от своей доли 12 апреля, то есть менее чем через две недели. Таким образом, он лишил себя потенциального состояния в 70 миллиардов долларов. Оказывается, для успеха важно не только оказаться в нужное время в нужном месте, но еще нужно уметь верить, ждать и не бояться рисковать. Apple впервые вывела акции на биржу 12 декабря 1980 года, причем сразу ее капитализация превысила 1 миллиард долларов и составила 1 миллиард 778 миллионов долларов. 40 из сотрудников Apple, державших акции компании, сразу стали миллионерами. Основателю Apple Стиву Джобсу размещение акций принесло 217 миллионов долларов. На тот момент это стало самым успешным выходом на биржу с 1956 года, когда свои акции впервые предложил концерн Ford. Впрочем, в среднесрочной перспективе вложение в акции компании не всегда было выгодным. Когда Джобс уволился из Apple 24 мая 1985 года, она оценивалась только в 558 миллионов долларов. В 1987 году Apple начала выплачивать дивиденды. В 1995 эта практика была приостановлена, так как правление компании решило инвестировать деньги в бизнес. Рубеж в 10 миллиардов долларов был преодолен компанией уже после возвращения Джобса в начале 2004 года на волне восстановления со всеми другими IT-компаниями после краха дот-комов 2000 года. Рубеж в 100 миллиардов долларов Apple преодолела 29 июня 2007 года в день презентации первого смартфона iPhone. При этом на тот момент корпорация не была самой дорогой высокотехнологичной компанией США. Лидером был Microsoft – 280 миллиардов долларов. Однако впоследствии капитализация Apple падала ниже этого рубежа, в том числе во время госпитализации Джобса в 2009 году. Рубеж в 500 миллиардов долларов был впервые преодолен 20 февраля 2012 года, когда инвесторы убедились, что смена руководства после смерти Джобса в 2011 году компанию возглавил Тим Кук не приведет к ухудшению показателей. С 2012 года выплаты дивидендов возобновились, и в 2017 году Apple превзошла компанию ExxonMobil, выплачивая самые большие дивиденды в мире. В 2020 год Apple снова стала самой дорогой компанией в мире. Капитализация американской корпорации на фоне ралли-акций, связанного с сильной отчетностью, достигла 1,77 триллиона долларов. По состоянию на сентябрь 2020 года Apple акционерам выплачены дивиденды в размере 3,18 доллара на акцию. За прошедшие годы Apple потратила буквально сотни миллиардов на обратный выкуп акций, что помогло поднять курс акций. В своем последнем отчете о прибылях и убытках Apple объявила о дроблении акций 4 к 1, первом дроблении с 2014 года, которое сделает акции более доступными для более широкой базы инвесторов. Это пятое дробление акций в истории компании. Согласно политике Apple, дивиденды по акциям выплачиваются 4 раза в год. Совет директоров ответственен за определение даты отсечки. Сумма, направленная на выплату дивидендов, составляет до 30% от чистой прибыли Apple. После закрытия реестра, держатели акций получают деньги в течение недели. В чем же заключается успех яблочной компании? Ведь у нее так много конкурентов. И тем не менее, опережая всех на протяжении ряда лет, она не собирается сдавать свои лидирующие позиции. Основная причина этого в том, что Apple, безусловно, компания-инноватор. Заслуги Apple неоспоримы, ведь аудиоплеер iPod произвел настоящий прорыв в мире цифровой музыки. Смартфон iPhone перевернул наше видение мобильных телефонов, а планшетник iPad задал вектор развития рынка цифровых устройств. Эти инновации сделали продукт компании востребованным и позволяют привлекать от 20 до 30 миллионов новых пользователей в год. Но все же главная инновация Apple – это взгляд в будущее. Ей не плевать на планету, которую мы оставим после себя. Она делает огромный вклад в экологию. Корпуса всех новых Mac сделаны из переработанного алюминия. Это особенно касается последних моделей MacBook Air и Mac Mini. Вся упаковка из переработанных материалов. Компания стремится сделать свои устройства на 100% перерабатываемыми не только снаружи, но и внутри, используя полностью вторичное олово на материнских платах. Энергоэффективность абсолютно всех устройств компании соответствует строгим стандартам Energy Star, а новый iPad Pro 11 превосходит их на 69%. Каждое устройство на 100% безопасно для здоровья. С каждым новым поколением Apple убирает из производства материалы, которые могут вызвать аллергию. В iPad, iPhone, MacBook, iMac, Mac Mini, Apple Watch в составе материалов корпуса отсутствует никель. Так что длительные разговоры по телефону и держание гаджетов в руках не вызывают аллергии. Apple доказывает, что нет смысла делать новую форму выреза в экранах своих смартфонов каждый год, чтобы считаться инновационной компанией. Или гнаться за бесполезными мегагерцами в процессоре. Самая главная инновация – это смотреть на мир глобально, бережно относиться к природе и думать о завтрашнем дне. Таким образом, опираясь на вышесказанное, можно охарактеризовать успех самой богатой компании мира в двух словах – инновация и экология. Современный мир постоянно меняется. Человечество постоянно подстраивает его под себя, совершенно забыв о том, что является всего лишь маленькой частью этого огромного мира. И сегодня, в 21 веке, для всех стало очевидно то, что наш мир не только стремительно меняется, но также и стремительно разрушается. Объем информации в мире удваивается каждые два месяца. Идет постоянное устаревание знаний. Например, в металлургии знания устаревают каждые 3,9 года, в машиностроении – 5,2 года, в химической промышленности – 4,8 года. При этом в наиболее наукоемких отраслях устаревание знаний происходит еще быстрее. Например, в сфере IT-технологий оно составляет не больше одного года, а в перспективе будет составлять еще меньше. Почему же при всем этом человечество продолжает использовать до сих пор большую часть технологических решений, реализованных в 19 веке? Железные дороги, возникшие как транспорт около 200 лет тому назад, до сих пор занимают одно из ведущих мест среди перевозчиков. И сегодня, в 21 веке, вы будете 7 дней ехать от Москвы до Владивостока, точно так же, как люди ехали и в 20 веке. Поезда стали комфортабельнее? Да, но время, самый ценный ресурс человечества, тратится на дорогу столько же. Автомобили. Конечно, они очень облегчили нашу жизнь, сделали передвижение комфортным и быстрым. Но не слишком ли высокую плату платит человечество за этот комфорт? По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,2 миллиона человек во всем мире погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях. И еще 20-50 миллионов получают травмы. А гибель диких животных на автомобильных дорогах ведет к исчезновению целых популяций. Дорожная сеть разрезает большие зеленые массивы, нарушая баланс экосистемы. Ареал обитания животных поделен скоростными трассами. Чем шире дорога и интенсивнее движение, тем труднее животному ее преодолеть. И вот тут приходит время поговорить о Скайуэй. Экологически чистый транспорт – это именно та инновация, которую сегодня ждет весь мир. Транспорт, который не стоит в пробках и не создает их. Транспорт, который не убивает и не калечит, не отравляет окружающую среду и не превращает плодородную землю в мертвую. Современный транспорт, который отвечает всем требованиям стремительного ритма, с которым сегодня несется мир. Скайуэй – на 100% инновация. В момент зарождения идеи, не имевшая за собой ничего, кроме опыта производителей и разработчиков других, принципиально отличных видов транспорта, инфраструктуры и так далее. Прежде всего, Скайуэй – это транспорт второго уровня. Он движется над землей по специальным рельсам, находящимся между анкерными опорами. Опоры располагаются на расстоянии от 1 до 5 километров друг от друга. Часть из них является станциями для посадки и высадки пассажиров. Высокие опоры такого транспорта позволяют пропускать под собой транспорт первого уровня. Другого транспорта на втором уровне нет. Людей и животных тоже нет. Полностью автоматизированная система управления, компьютерное зрение – все это делает транспортную систему безопасной. Часто можно слышать, что Скайуэй – это струнные дороги. Что это значит? Речь идет о путевой структуре. Один из основных компонентов струнной транспортной системы – струнный рельс. Рельс, как правило, представляет собой пустотелый стальной, в перспективе композитный, короб, внутри которого размещен пакет натянутых проволок струн. Внутреннее пространство короба, не занятое струнами, заполняется минеральными или полимерными композициями. На конструкции рельсов, их креплений, технологию строительства и монтаж создателем Скайуэй его генеральным конструктором Анатолием Эдуардовичем Юницким получены российские и зарубежные патенты – более 50. Струнный рельс, безусловно, является основополагающей инновацией, так как если говорить о высокоскоростном передвижении по рельсу, то в первую очередь это, конечно, дорожное хозяйство, и только потом подвижной состав. Впрочем, и подвижной состав потрясает своей уникальностью. Электромобиль, который едет по струнному рельсу на стальном колесе и развивает скорость до 150 км в час, а в высокоскоростном исполнении – до 500 км в час и более. Всего в модельном ряду струнных транспортных средств Скайуэй 16 видов транспорта. Сегодня о транспортной технологии Скайуэй можно не только прочитать, изучив монографию Анатолия Эдуардовича Юницкого, ее можно увидеть и даже прокатиться. Экотехнопарк Скайуэй, построенный в Республике Беларусь, недалеко от Минска, в Марьиной горке, уже несколько лет является действующим сертификационно-демонстрационным центром струнного транспортного инфраструктурного комплекса. К тому же Экотехнопарк – это наглядный пример экологического потенциала технологии, демонстрация рационального использования природных ресурсов, применение современных агроэкотехнологий и создание зон экологического земледелия. А ведь совсем недавно, в августе 2015 года, на территории нынешнего Экотехнопарка была заложена капсула времени, которая послужила началом строительства. Длительное время эта территория была танковым полигоном, это была бросовая земля, изрытая траншеями, пропитанная соляркой. Никто и представить не мог, что всего через несколько лет Экотехнопарк станет местом, куда с визитом будут ехать правительственные делегации со всего мира. Ехать для того, чтобы увидеть райский уголок на земле, где инновационный транспорт мирно соседствует с природой, не нанося ей никакого вреда. Тогда же, в 2015 году, это был стартап, который на тот момент поддержали около 120 тысяч человек из 50 стран. В 2014 году для своего развития проект струнного транспорта Skyway начал привлекать инвестиции с помощью краудфандинга. Это форма финансирования проектов через интернет, при которой большое число людей вкладывают небольшие суммы. Инвесторы Skyway получают долю в компании в обмен на свои инвестиции. Народное финансирование позволило проекту за 6 лет из стадии высокорискового стартапа превратиться в крупный холдинг и подойти к завершающему 15-му этапу своего развития. Невозможно недооценить огромную работу основателя компании, генерального конструктора и создателя технологии Skyway Анатолия Эдуардовича Юницкого. За эти годы он собрал коллектив из высококлассных специалистов, которые сегодня трудятся в конструкторских бюро и на производстве струнного транспорта и решительно идут вперед для достижения самых амбициозных целей. Сегодня, спустя 6 лет существования, группа компаний Skyway — это динамично развивающийся холдинг, имеющий собственное четырехэтажное офисное здание, собственное девятиэтажное офисное здание общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров, собственное производство с несколькими заводскими цехами, оснащенными самым современным оборудованием и станочным парком. Штат из более тысячи инженеров. 36 гектаров земли под Минском и построенный там экотехнопарк, на котором расположились пять тестовых участков, общая длина — 4 километра, и в настоящее время идет строительство еще двух участков, шестая и седьмая трасса, под тяжелые машины весом 50 тонн. Инновационный центр Юницкий «Стринг Технологис Инк» в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ, созданный для сертификации технологии в тропическом исполнении. Он станет частью научно-исследовательского технологического парка «Шарджи» и одновременно будет обеспечивать транспортное сообщение для местных кампусов, а также выполнять функцию шоу-рума для Ближнего Востока. Здесь в будущем планируется создать институт «Скайуэй». Создан самый крупный в мире дрон. Грузоподъемность — полторы тысячи килограммов, скорость — 170 километров в час, дальность полета — до 500 километров. Создан социальный электромобиль для инвалидов-колясочников. Премьера состоялась на ВДНХ в Москве 12 сентября 2018 года на выставке «Инваэкспо». Налажено собственное производство модельного ряда «Мотор-колес». Разработана интеллектуальная система безопасности и управления подвижным составом. Создана струнная интеллектуальная система охраны периметра. Сертифицированы подвижные составы. Спроектирован и построен пешеходный струнный мост. Спроектирован и изготовлен уникальный шестиместный высокоскоростной 500 километров в час «Юнибус», премьера которого состоялась 18 сентября 2018 года на выставке «Иннотранс-2018» в Берлине. Ведется активная работа по адресным проектам. То, что на сегодняшний день достигнуто группой компании Skyway, было бы невозможно без обширной научной базы, выстраивавшейся автором и генеральным конструктором инновационных транспортных комплексов Анатолием Юницким на протяжении многих десятилетий, начиная с 1977 года. В 2018 году один из членов правительства Объединенных Эмиратов, познакомившись со Skyway, сказал Анатолию Эдуардовичу «Примерно за 50 миллионов долларов вы сделали столько с колес, не имея устойчивого финансирования и реальной поддержки, что многие известные корпорации, имеющие миллиардные прибыли, не смогли бы сделать и за 5 миллиардов долларов». Вы, как инноваторы, уникальны и являетесь исключением, а не правилом. Не только с точки зрения инженерии, но и с точки зрения финансирования технологий и привлечения инвестиций. Здесь нужно отметить, что привлечением инвестиций для Skyway занимаются специальные площадки, фонды, которые не входят в состав холдинга. Это коммерческие фонды, самым основным и надежным из которых является фонд Skyworld Community, с которым проект сотрудничает с начала 2015 года. Так много или мало сделано за 6 лет развития. Сегодня компания стоит на пороге 15-го этапа, начало которого ознаменует начало строительства адресных проектов. Skyway – это компания с огромным потенциалом, так как рельсо-струнный транспорт по своим характеристикам является самым конкурентным продуктом на мировом транспортном рынке. Ведь не зря один из высокопоставленных чиновников из Объединенных Арабских Эмиратов сказал при встрече Анатолию Эдуардовичу «Мы счастливы, что вы пришли в нашу страну с прорывными технологиями. Наш дом – это ваш дом». Строительство инновационных струнных дорог Skyway в ближайшем будущем может стать визитной карточкой высокоразвитых стран. Наличие в стране инновационного транспорта является показателем ее стратегической активности на мировой экономической арене. Страны, которые будут обладать инновационным транспортом Skyway, смогут использовать эти масштабные инфраструктурные проекты для подъема и развития экономики своих стран, для связи регионов и укрепления долгосрочных торговых отношений с соседними странами. И это прекрасно понимают страны Ближнего Востока, активно помогая внедрению новой транспортной технологии Skyway в своем регионе. Сегодня проект поддерживают более 1 миллиона человек из 200 стран и регионов. Проект максимально прозрачен, видно и понятно, куда идут деньги инвесторов. И это вызывает большое доверие. На мировой транспортный рынок выходит новая транспортно-инфраструктурная отрасль, по потенциалу не уступающая таким отраслям, как авиационная, железнодорожная, автодорожная. Это не аудиоплеер и не смартфон, не какой-то единичный продукт. Это отрасль, в которой все должно быть продумано и исполнено до мелочей. Поэтому торопиться не стоит, так как права на ошибку у Skyway нет. Дивиденды и цену акций сейчас многие пытаются спрогнозировать. Мы не будем этим заниматься, потому что говорим только о фактах. А факты говорят о том, что технология Skyway обладает теми же преимуществами, что и Apple. Самая богатая на сегодняшний день компания в мире. Это прорывная технология и экологичность. Это, безусловно, ключ к большому успеху. Очевидно, что цены на бумаги, компании и дивиденды будут расти вместе с количеством построенных дорог. Заявки на строительство дорог поступают в компанию со всего мира. Только в Объединенных Арабских Эмиратах количество заявок на строительство дорог уже сегодня таково, что проекты расписаны на ближайшие пять лет. Skyway входит в нашу реальность навсегда. И через несколько лет трудно будет представить мир без этого транспорта, так как невозможно сегодня представить мир без интернета. Перенимая лучшие, что было сделано за нас, учась на чужих ошибках и, естественно, своих, мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему и всех, когда-либо существовавших. Skyway уже завладел умами миллионов людей со всего мира своим преобразовательным гуманистическим потенциалом. Мы не остановимся до тех пор, пока наши транспортные системы не пройдут через каждую страну, каждый город, пока не подойдут к каждому дому. Мы не остановимся и после этого. Научный и технический прогресс бесконечен. Skyway станет реальной, обняющей силой для всего человечества. У которого без единства нет будущего. Поэтому наш девиз – строй Skyway, спасай планету. Ознакомиться с условиями приобретения долей компании Skyway вы можете, перейдя по ссылке под видео. Более 50 вариантов инвестиционных предложений. Доступна рассрочка. Консультации по телефону на 6 языках. Более 20 способов пополнения счета. Квалифицированные сотрудники фонда Skyworld Community ответят на все вопросы и подберут предложения, удобные именно для вас. Чтобы начать инвестировать деньги в доли компании Skyway, не нужно больших накоплений. Также, перейдя по ссылке, можно оставить заявку на бесплатную консультацию. Вам перезвонят и ответят на все ваши вопросы. Не упустите шанс инвестировать в крупный транспортный холдинг на завершающем этапе развития. Акции – это один из самых высокодоходных финансовых инструментов. Приобретая их, вы получаете часть компании, а значит, имеете право на долю от ее прибыли. Приобретая доли компании Skyway, вы помогаете внедрению экологически чистого транспорта. Строй Skyway. Спасай планету. Присоединяйтесь. Очень классный ролик. Прямо разбирает от А до Я. Как вам? По 10-банной шкале поставьте там в комментариях ваше мнение. Ну, как по мне, так прям очень хороший. Даже не на 10 баллов, на 100 баллов или на 10-мила. И понимание, ну, для чего. То есть многие люди, ну, не всегда финансово грамотные, вот, и не всегда понимают, зачем инвестировать куда-то. Так в этом ролике разобрано, мало того, что сама технология разобрана, так она еще и разобрана, для чего все это делается. И видение, и что это отрасль, что это не какой-то iPhone, ну, не какой-то просто, ну, как это называется, предмет iPod или iPhone и так далее. Это целая отрасль, целая система инфраструктурная. Поэтому очень-очень хорошее. Так что я сейчас раскину в комментарии сюда ссылочку на этот ролик. Вот, можете его скопировать. Ну, в принципе, в чатах у нас он продублирован, поэтому можно брать и использовать. Вот, и, ну, думаю, что это, он довольно короткий, то с 25 минут, и, в принципе, всю информацию предоставляет очень здорово. Вот, ну, и сейчас у нас вторая часть нашей презентации. Это выступление нашего гостя специального, который на этих выходных буквально посмотрел все вживую. Вот все, что мы видели в ролике в этих конструкции. Вот этот человек посмотрел вживую, вот пообщался с основателем транспортной системы. Елена, включайтесь. И послушаем ваше впечатление. Так, Елена, добрый вечер. Скажите что-нибудь нам. Звука пока нет. Еще звук включите. А сейчас слышно меня? Все, звук есть, да. И слышно. Добрый вечер всем. Я, кстати, первый раз в эфире в таком формате. Да. Вот, поэтому я же как-то волнуюсь. Непривычно обычно. Впереди я вижу людей, друзей, партнеров. Вот, а сейчас пока экран монитора. Ну, вы можете включить, там слева есть все наши гости, кто можете просто смотреть на имена. Я думаю, что уже вам будет. Да, я уже посмотрела, очень приятно. Я хочу сказать, что всегда выкладываю, значит, объявления о том, что по средам у нас. Благодарю очень сильно Алексея, что вот у нас проходят такие вот по средам вебинары, как я говорю, для Беларуси, такого формата. Вот, а раз в месяц они проходят такие уже в Зуме, мы встречаемся, живой такой разговор. Душевный, я считаю, что вот это, я считаю, что очень дорогого стоит. Вот, ну, я так немножечко, может быть, кто-то меня не знает. Так, немножечко расскажу о себе, как я познакомилась с этим очень дорогим для меня проектом. Вот, потому что я благодарна очень Skyway этому проекту, Анатолию Эдуардовичу Ницкому, потому что даже могу сказать, что вот этот проект, он разделил мою жизнь на две половины. То есть сегодня у меня идёт отсчёт моей жизни до Skyway и после Skyway. И я считаю, что вторая половина жизни, вот именно с 2015 года, когда я познакомилась с этой удивительной технологией и с удивительным автором, как Анатолий Эдуардович подписал мне книгу, автором космических и небесных дорог, на полностью изменилась. И я действительно стала инвестором и формирую свой инвестиционный портфель. Но в моём портфеле самый дорогой инструмент, просто это инструмент моего сердца, это проект, это вот просто проект моей жизни. Я думаю, что многих людей, может быть, потому что я потом не остановилась и начала везде ездить и по Белоруссии, рассказывать об этом. И я думаю, что этот проект стал точно таким же родным, как и мне, для многих-многих людей. И я считаю, что, знаете как, жизнь прожита не зря. Вот. И видите, как, Алексей, благодарю тоже, что вот начался наш сегодня, сегодняшний вебинар, вот именно с такого удивительного видео, благодарность этому человеку, оно такое информативное, масштабное. Вот. Именно как раз-таки в такой сравнительной характеристике, вот очень мне понравилось, да, что вот, что такое самый крупный, как говорится, да, единорог сегодня Apple. И что значит та технология, которая сегодня, вот там даже сказали, в этом ролике было написано «Крупнейший транспортный холдинг». Вы представляете, вот пройдёт время, пройдёт время. И как нам с вами будут завидовать, говорить, потому что вот, в принципе, сегодняшняя наша жизнь, она проходит у нас от экофеста до экофеста, да, потому что все это знают прекрасно, мы ждём, живём, считаем дни. Так вот, пройдёт время, пройдёт время, и по струнам будет летать наш Skyway, да, и тогда мы будем завидовать вот именно вот этому времени, которое сегодня, потому что оно именно золотое время, именно золотое время. Хотя мы торопимся, да, заваливаем вопросами Анатолия Эдуардовича Юницкого при встречах на кафестах, на всех комментариях под видео. Когда, когда, когда? Нет, никогда. Вот оно золотое время. Потому что мы сами можем прикоснуться к этому, стать совладельцем, стать просто акционером целой транспортной, мировой компании, и ещё пригласить в эту компанию огромное количество людей. Ну и что? Пусть кто-то не верит. Придёт время, поверю. Так вот, я говорю, что потом мы будем вспоминать. Видите, мы сегодня, завтра-завтра ждём, а потом мы будем говорить «золотое время вчера было». Потому что потом, а у нас сегодня 14 этап, да, пройдёт немножко, и наступит уже 15-й, и не исключено, что он очень быстро завершится, да, и уже никому, никогда не будет возможности стать совладельцем вот именно на таких условиях, которые есть у нас сегодня. Уже жди, как говорится, когда наш проект выйдет на IPO. А туда, в принципе, да, вот как и Алексей говорит, и Олег Тарасов на своих вебинарах, нам туда спешить не стоит. Вот, поэтому это вот что касается, такая вот моя, значит, вступительная часть, 2015 год, я познакомилась, и вот в этом ролике, кстати, который мы только что посмотрели, был показан как раз-таки момент, да, закладки капсулы времени. И я прекрасно помню, он мне очень дорог, этот день. Знаете, почему? Потому что как раз-таки, вот буквально за, по, наверное, недели две, две или три, я познакомилась с этим проектом на улице. Мне рассказала удивительная женщина, которую все знаете, многие, ну, не все, но большинство знает, Виктория Буль, да, которая рассказала мне когда-то об этом проекте. Виктории сегодня нет, но ее душа всегда с нами. Вот я говорю, что душа, она живет в этом мире ровно столько, сколько о ней помнят. А Викторию мы будем помнить всегда. Всегда. Вот как только мы рассказываем, я всегда вспоминаю Викторию. Вот. И как раз-таки состоялась, буквально через две недели состоялась вот эта вот первая моя конференция в Минске после закладки нулевого километра. 08-го, 08-го у нас была конференция, значит, 07-го, значит, была закладка, я помню. Вот. И вот из этого пустого поля, да, и я даже, кстати, очень хорошо помню, значит, такой момент, я не помню, Алексей, наверное, рассказывал, или кто, когда вот происходила закладка вот этого капсулы времени, да, и нужно было, знаете, это же была жара, порядка 30 градусов было, очень жарко. Анатолий Эдуардович был в пиджаке, и тогда нужно было, значит, что-то бурить, ну, землю, да, и кто-то сказал, и Анатолий Эдуардович взял и начал это все делать сам, жара такая. Кто-то говорит, Анатолий Эдуардович, можно я это сделаю, там кто-то, а он говорит, Сибиряков. Сибиряков, да. А он говорит, отойдите, я шел к этому 40 лет. Я так помню вот это вот, этот фрагмент, он тоже всегда со мной. Вот, и вот это вот была первая конференция, самая счастливая, кстати, я храню запись, да, и потом после этой конференции уже 2016 год, я уже как-то так вот буду, значит, немножко продолжать. это был первый эко-фест, для многих 2017 год, первый эко-фест, я смотрю, многие говорят, нет, 2016 год, апрель месяц, я помню, когда мы месили землю, когда ничего не было, это было вот просто, фундамент был заложен, да, и несколько там этажей, это был такой праздник, это, ну, невероятно, когда мы приехали на эту землю и увидели хоть что-то, и садили деревья, и я горда и счастлива от того, что в эко-технопарке есть дерево нашей семьи, понимаете, что вот, это тоже для нас очень дорогого стоит, а еще у меня есть монетка специальная с именным сертификатом, вот, тоже потом мы узнаем, конечно, приятные неожиданности, что, значит, будет с этой монеткой, держателем этой монетки, я думаю, вот, а потом, видите, как состоялся инотранс, нам говорили, никто вам не даст участок, никто вам не даст построить, а случился инотранс, я никогда не забуду, я проснулась, у меня были слезы, я даже писала в аккаунте, значит, ВКонтакте, в соцсети писала даже Анатолию Эдуардовичу Литову, что я так счастлива, в этот день проснулась, у меня слезы были радости, гордости, когда наши образцы, живые образцы, подвижные составы были представлены в Берлине, это было столько восхищения, вот, а потом я не байк поехал, тоже трогательный момент такой, да, вот, а потом транспортная неделя в Минске, то есть после Берлина, да, значит, это было прямо вот на проспекте Победителей, в таком тоже, значит, демонстрационном центре были представлены образцы, те, которые приехали к нам с Германии, я помню первые шаги, вот, к нашему стенду, и я когда-нибудь тоже вот поделюсь, когда я подошла вот к этому юнебусу, и как я прям вот, знаете, вот дотронулась, и у меня прям слезы были, потому что так было трогательно, я не могу даже передать, вот, и Анатолий Эдуардович был, давал интервью, мы разговариваем, у меня тоже столько фотографий об этом, с этого дня, да, а потом уже второй кафе, многие говорят, первый кафе, нет, а потом второй кафе, да, когда уже были, когда уже Юни Бай показал, там, Юни Бу свои первые шаги, ну, мы просто смотрели, демонстрация такая была, мы радовались, пять тысяч человек со всех стран мира, столько флагов, столько радостных лиц, все говорят на разных языках, но мы все равно говорили на одном языке, на языке своей души, и на языке своего сердца, вот, а потом состоялся уже у нас второй инотранс, да, где был представлен Юни Флэш, потом мы покорили, столько было выставок, и выставка в Арабских Эмиратах, и потом закладка первая, когда выбирать из шаржа, да, нам дали землю, Анатолий Эдуардович тоже, такая вот торжественная речь, мы так ждали, просто пустой кусок земли с песком, и тоже столько было радости, вот кажется, вот каждой мелочи, да, она еще такая вот совсем зародыша, а мы так радуемся, а потом этот зародыш растет, растет как бамбук, да, вот, вырастает сразу, вот его полевая, 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 он долго, 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 это пример венчурных проекта, да, потом сразу, разы на 20 метров, практически мы за 6 лет, вот с моего дня знакомства 2015 года уже 6 лет, это уже, я считаю, что это уже почти бамбук, вот, и потом уже у нас случился уже еще один экофес, да, когда, значит, транспорт, подвижные составы открыли перед нами двери, когда мы полностью все покатались, делились своими впечатлениями, то есть мы прям вот пустились в этот небесный полет на разных, на различных подвижных составах, фотографировались, это опять был опять шедевр, огромное количество людей, и так все продумано на этих экофестах, то есть, понимаете, вот такая забота о людях, станция метро Першамайска, подъезжают комфортабельные автобусы, с такой теплотой забирают всех, все общаются, празднуют, вот прям песни поют в этих автобусах, они приезжают прямо на проходную экотехнопарк, все выходят, фотографируются, танцуют, заходят в музей, видят свои имена на потолке, вы понимаете, такой, вот я прям сейчас вам говорю, и вот я прям окунаюсь вот в эти события, вот в эти счастливые дни, да, и потом у нас случился удивительный праздник, который мы придумали сами себе, мы решили поехать на сутки в экотехнопарк и побывать вот на том, в том, в этих эко-домах, хотя, если честно, скажу сказать, когда мы собирались, мы собрались 20 человек, заказали, то есть есть, значит, сайт, вы все прекрасно понимаете, Майонток Юницкого, да, вот, и еще вам хочу сказать, что в Инстаграме обязательно найдите аккаунт Юницкий клуб, Юницкий клуб, значит, и там очень много различных фотографий, вот именно о Майонтке Юницкого, о фермерском хозяйстве, подпишитесь туда, вот, и мы придумали вот эту поездку и поехали в экотехнопарк, но мы, если честно, представляли, что будем жить в таких маленьких домиках, да, но для нас был приготовлен огромный сюрприз, и нас поселили в экодоме, в экодоме, и сначала мы праздновали свое событие, то есть нашего приезда в экотехнопарк, в таком красивом шатре, кстати, это тоже историческое событие, потому что мы были практически одни из первых, там еще не было ничего кафе, сейчас уже так все цивильно, конечно, там целый ресторан, вот, и тогда ничего не было, деревянный пол, деревянные лавки, у нас был такой шикарный стол, вот, и потом, когда нас привезли, значит, в экодом, тут мы просто потеряли до речи, вот, и сейчас мы тогда уже, я сейчас хочу вам рассказать о нашей повторной поездке, о нашем повторном таком событии, которое случилось 15-16 мая, то есть нам настолько понравилось в октябре 2019 года, что мы решили это повторить через два года, и вот 15 мая у нас был торжественный день, у нас тоже 23 человека было, вот, половина поехала на своих машинах, вот, перед вами как раз-таки слайд, да, это Марина Горка, мы вышли только на железнодорожной станции, значит, Пухович называется, это Марина Горка, городской поселок, вот, видите, нас тут половина, половина уже сразу приехали в Экотехнопарк на своих машинах, а мы вот с электрички, только с электрички, вот, сошли, видите, такие счастливые, я никогда не забуду, когда мы ехали в электричке, все прям такие, вот, полвагона у нас было, да, мы говорили, вот, представляете, вот эти минуты, они самые дорогие, мы завтра будем возвращаться обратно, в этой же электричке, в этом же вагоне, и будем говорить, боже мой, какой счастливый день был вчера, когда мы только ехали, и вот мы такие все воодушевленные, у нас здесь Могилев, Витебск, Минск, вот, и здесь вот мы все, значит, собрались, взяли такси, и буквально через минут 10 мы оказались, вот, видите, вот этот вот, уже такая фотография прямо рядом, вот это вот такой вот шедевр, это вот жемчужина Беларуси, понимаете, Майонток Юницкого, фермерское хозяйство, это экопарк плюс рыбалка, видите, здесь озеро, вот оказались в таком красивом месте, и мы уже прекрасно понимали, что мы сняли два шикарных эко-дома, вот, сейчас мы, сейчас другой слайд, Алексей, это вы будете менять, да, вот, и вот мы оказались, значит, в двух шикарных эко-домах, самый главный дом, это вот этот дом, где зимний сад, вот, кстати, Анатолий Эдуардович сказал, что этот дом он создавал для себя, вот, а потом уже отдал для всех гостей, потому что для него инвесторы, просто люди Беларуси, всего мира, это самые дорогие люди, которые прибывают вот именно гостями в этот эко-парк, вот видите, вот это вот эко-дом, и вот этот вот зимний сад, вот я стою в центре, видите, как здесь красиво, а вот эта вот фотография вторая, это уже с высоты птичьего полета, то есть с лестницы, да, это он одноэтажный, видите, я даже показала, здесь крыша, такой вот большой фрагмент, такой, да, здесь стеклянная крыша, вот, здесь растет все, даже огурчики, вы понимаете, этот раз мы увидели даже огурчики, и за два года он так вырос, ну, конечно, за ним ухаживают, сложно поверить, что все вот это вот находится именно внутри дома. Внутри дома, да, да, это внутри дома, видите, сейчас как красиво, вот немножечко видно, что печь, да, это вот с высоты птичьего полета, с высоты крыши, потолка, да, вот, и вот этот шедевр, здесь стоят два кресла, они разлаживаются, раскладываются, и вот можно полежать, помечтать, вот, провизуализировать, медицировать, то есть, ну, в общем, потрясающе, а, значит, там есть гостиная зона и по бокам номера, красивые двухместные, трехместные, все там полностью с душевыми кабинами, то есть, с комнатами такими, вот, поэтому, сейчас вот мы перейдем именно к гостиной зоне, следующий слайд, в этом эко-доме, где зимний сад, вот видите, вот это вот тоже гостиная зона, вот это вот печь, русская печь, да, видите, дрова, это все живое, здесь можно же зажигать камин, здесь можно готовить, все что угодно, абсолютно, вот, все это живое, все это рабочее, какой красивый стол, и вот я помню, мы когда приехали в 2019 году и зашли в этот кодом, ребята, это просто мы, я не знаю, как мартышки какие-то, нас выпустили, вообще непонятно куда, понимаете, мы даже не ожидали, что это такой шедевр, вот, когда подошли, тут все полностью, вот эта вот рабочая зона, да, там вот и посудомоечная машина, на холодильник стоит там, СВП печь, стоит кофемашина, мы сразу начали пить кофе, вот, сразу так, в 2019 году тогда сразу начали накрывать стол, вот, нам было так весело, мы вообще, знаете, когда собираемся, вот, первый, второй раз, мы, значит, организационно всегда прорабатываем все, то есть каждый готовит свой праздничный номер какой-то, то есть это стихи, там загадки, какие-то конкурсы проводят, вот, у нас всегда цыгане, вот, девочки привозят с собой цыганские костюмы, выходят с такими красивыми танцами, в 2019 году у нас с Волковыска приезжала наша девушка, она вообще восточные танцы танцевала, практически мы не спим, у нас весь, вся ночь у нас вот в таких зажигательных, интересных празднованиях в таком происходит, кто танцует, кто поет, потом выходит вот сразу здесь вот из-за стола, здесь, знаете, такие окна в пол прямо, да, вот, тут же сразу стеклянные двери, ты прямо выходишь, значит, уже на природу, вот, и самое интересное, еще скажу такой момент, понимаете, вот мы, для нас это все настолько дорого, вообще, в принципе, вот в этом эко-доме, да, ну, тут же потом, когда все уезжают, клиник, это служба вызывается, все моет, а мы, когда уезжали, мы даже каждую крошечку за собой убрали, посмотрите, перемыли всю посуду, здесь посудомоечная машина, пришла женщина, когда мы уезжали, она пришла принимать, она вообще не поверила, говорит, а зачем посуду было мыть за собой, здесь же есть посудомоечная машина, мы вымыли все, мы все сложили, мы все перетерли, потому что вот даже момент уборки для нас тоже был праздник, понимаете, нам так хотелось, мы даже написали такую бумагу на листе А4, написали свою благодарность, выразили, да, за то, что вот нам позволили прикоснуться вот к этому шедевру, вот, значит, ну, сейчас перейдем к следующему слайду, вот, и видите, значит, а это второй дом, первый раз мы были только в одном эко-доме, все разместились, а сейчас мы сняли сразу два эко-дома, первый эко-дом 18, там, где зимний сад, да, а второй эко-дом там 6 мест, у нас было, вот, с нами было 18 человек, ну, и там человек, наверное, 5 или 6 к нам приезжали просто на день, гостевые наши гости были, вот, без ночевки, а это второй дом тоже, вот, видите, она гостевая зона, да, вот я сижу в кресле тоже, видите, окна в пол, сразу дверь, она прям выходит, значит, на улицу, а вот это вот такая уже, более такая зона, видите, как бы рабочая, здесь можно тоже, машина стоит, кофемашина, холодильник, рабочий, можно приготовить что-то, кто-то захочет, там, и свечи, печь висит, но самое интересное, в этом доме, знаете, что в этом доме есть сауна, поэтому, как только мы сюда приехали в 12 часов, все желающие сразу побежали, прям, там, дверь вот за холодильником, и сразу все побежали в сауну, вот, это было очень круто, но я, правда, не ходила, потому что у меня с нами тоже было очень много организационных моментов, вот, много было гостей, с нами были тоже новые люди, семья одна, вот, которую я буквально узнала, там, в январе месяце, вот, и удалось, я посчастливилась, значит, взять пакеты с дисконтом 2017 года, вот, я очень много этой семье рассказывала, Елене, Дмитриев, детям, принесла книги почитать, потому что, кому бы я ни рассказывала, я, наверное, покупала сразу книг 10, и давала всем своим, значит, слушателям, партнерам, гостям читать книги, потому что только через книгу Анатолия Бородского можно постигнуть и узнать весь замысел Анатолия Эдуардовича Юницкого, вот, с нами были новые люди, мне было очень приятно, что они как раз-таки окунулись, да, вот в этот процесс, вот в этот шедевр, вот в этот экопарк, да, то, что я им рассказывала о своей поездке в 2019 году, они все это сами увидели, вот, поэтому все пошли, многие пошли в сауну, а потом вечером мы сидели у камина, вечером зажигали, он горел, мы, вот, видите, кресло-качалка, я сижу еще днем, чашкой кофе, то есть это вот такой начальный момент, да, а вечером мы уже сидели в белых халатиках, в белых тапочках, потому что все там, прям белые халаты, номера, такие шикарные кровати, мягкие, ой, вообще там, ну так ждут, прям с душой, с открытым сердцем, в этом экопарке, вот, и мы сидели в белых халатах, в белых тапочках, с чашкой, там уже кто с бокалом вина, кто с чашкой чая, кто с чашкой кофе, вот, мы сидели практически до утра, вот, значит, все, перейдем сейчас вот к следующему слайду, вот, к следующему слайду, и вот я вам говорила, да, что вот когда с эко-дома выходишь, видите, как окна в пол, да, и выход прям, вот это эко-дом, в котором зимний сад, и сразу выходишь на берег озера, видите, сидят рыбаки, это наши гости, нашего праздника, вот, вот среди них в оранжевой кепке, я хочу немножко рассказать о своем любимом инвесторе, я его называю инвестор-патриот, вот, это Александр Сосинович, который приехал, вот все бросил, представляете, все бросил, и приехал работать сегодня в экотехнопарк, на фермерское хозяйство, он работает с гумусом, он приносит, вносит свой огромный вклад, в создание вот всего того, что сегодня производится на экопарке и на фермерском хозяйстве, вот, поэтому благодаря его очень многие организационные моменты были, конечно же, за Александром Сосиновичем, он договаривался, много всего создавал для нас, играл на гармошке, кстати, он играет на гармошке и на гитаре, вот, и вот он сейчас как раз-таки сидит с нашими рыбаками, с нашими партнерами, и посмотрите, сколько рыбы, какой улов, да, тут вот осетр я вижу и карп, вот, я домой увезла, купила себе осетр, карпы привезла, мы их готовили, вот, сын сказал, что это просто такой вот, ну, эксклюзив, вот, ну, карп это особенно, я считаю, что и карп даже особенно, не такой, как вы купите на базаре, это я вам точно говорю, потому что я попробовала, вот, там совершенно по-другому, вот, поэтому, вот мы сидим на берегу, солнышко, отличная погода, видите, за домом стоянка машин, кто приехал на машине, комфортно, а вот видите, на этом же, тоже слайде, я поставила фотографию, это отдых для детей, да, вот такой вот домик, с горочкой такой, да, вот такой вот, как бы, как называют, вот сеткой, ограждено, это, как это, батут такой, да, детки прыгают, в общем, очень хороший отдых для детей предусмотрен, потому что вечером, когда мы пошли на мероприятие, у нас, у нашей молодой пары, которая приехала, вот узнала только в этом году, да, возможности инвестировать в эту технологию, в такой инновационный транспорт, они были с детьми, поэтому детей мы завели в комнату, есть детская комната, вот, кстати, деткам так понравилось, они прямо уходить не хотели, гости, представляете, взрослые где-то на праздники, а детки, они абсолютно под присмотром, с такой детской программой интересной, которая очень понравилась, а вот еще здесь на фотографии я поставила, что здесь, значит, там как зоопарк такой, тоже создается, да, контактный, да, зоопарк, вот, он будет со временем расширяться, кстати, есть эпидомики, да, где можно вот прийти и получить такой релакс, представляете, там, где живут пчелы, это тоже очень, я не могу рассказать, как точно там работает, потому что я там не была, но я, в принципе, вот мотивирую вас на то, чтобы когда вы приедете туда, в эко-парк, обязательно посетите эко-домики и проведите там около часа, да, насладитесь вот этим моментом, вот этой вот энергетикой, да, жизнью пчел, вот этим ароматом подышите, релаксируйте, вот, потому что все создано, все, там есть потрясающий магазин фермерского хозяйства, и вы можете, я там покупала, даже год назад мы ездили, значит, я там покупала мед, я покупала фрукты, овощи, сейчас мы приехали, мы купили тоже там, значит, зелень, и там вот, знаете, вот это вот, пресловутые такие, как я называю, проростки, Анатолия Эдуардовича, Единицкого, степлиц, подсолнечника, сейчас вот был горох, по-моему, то есть это живые витамины, живые микроэлементы, живое питание, я просто вот очень счастлива, потому что вот Анатолий Эдуардович, понимаете, он живет вот в этом экопарке, он живет и дышит вот этим всем, ходит пешком, наслаждается, то есть вот живет, то есть у него здоровое питание и здоровый образ жизни, вот, и поэтому он сегодня так очень молодо выглядит, понимаете, в свои 72 года он, как бы утрет нос любому, вот, поэтому, значит, далее, давайте перейдем к следующему слайду, и вот по пути, значит, экскурсия по экопарку, вот мне нравятся очень такие указатели, видите, деревянные, да, значит, «Благодарим вас за бережное отношение к газонам», Айонта Кьюницкого, вот этот вот указатель, да, такой вот, плакат такой, мне вообще просто, у меня слезы навернулись, когда я прочитала, «По нам пока нельзя ходить, мы еще не выросли», да, это молодые травы, так говорят, вот, когда такое видишь, понимаете, никогда в жизни не наступишь, не пойдешь, и очень трогательно к этому относишься, все такое красивое, мы приехали в такой, ну, прям день, птички поют, солнышко светит, травка зеленая, все, сады цветут, ну, одуванчики, рыбка, нам показывали, как рыбку кормит, прямо она, знаете, форельки, там же есть, классическая рыбалка, эксклюзивная рыбалка, да, вот, там форелька, прям, вот, прям, это, прыгает, когда ее кормят, там прям танцует, дальше, следующий слайд, а следующий слайд, это у нас уже, следующий слайд, это уже у нас был вечер, и у нас произошло потрясающее мероприятие, мы знали заранее, потому что, вот, как раз таки нас предупредили, вот, потому что на, это мероприятие было заявлено на сайте экопарка, да, это был мастер-класс шеф-повара, значит, старой белорусской кухни, ресторана, старой белорусской кухни, ресторана Литвины, это шеф-повар Александр Чекилевский, и он, значит, там производил свой мастер-класс, это была потрясающая дегустация блюд из этого ресторана, то есть, вместе с тем, значит, была живая музыка старо-белорусских инструментов, и как раз таки, вот видите, молодой человек, тоже в Инстаграме, тоже вам пропиарю, найдите обязательно аккаунт, значит, гуслибай, да, тоже посмотрите, очень много интересного, так вот, молодой человек, не запомнила, к сожалению, как его зовут, вот, он был представлен, то есть, были же у нас между дегустацией, да, были небольшие такие музыкальные перерывы, где на гуслях нам пели шикарные белорусские композиции, вот, мы пели вместе с вот этим очаровательным музыкантом, гусли играли, он даже рассказал нам о том, что желающие могут приобрести эти гусли, может каждый заказать, вот, у меня сразу появилось желание, потому что у меня сын музыкант играет на гитаре, вот, и очень хочется приобрести вот такие вот гусли, вот, но, вот, вот просто жемчужина вот этого праздника, мы об этом знали, это то, что на этом празднике, да, на этой дегустации мы увидимся с нашим любимым автором небесных и космических дорог, инженером Анатолием Удоровичем Юницким, вот, он был вместе со своей женой, значит, Надежда Геннадьевна Косарева, и была их дочь, кроме того, ну, практически там были мы, потому что мероприятие было заявлено на 25 человек, вот, практически были мы, и там тоже были немного приглашены, вот, были красивые столы, засервированные, вот, и был наш любимый Анатолий Эдуардович Юницкий, вот, и после окончания вот этой дегустации, да, сразу началось наше общение, и вот тогда Анатолий Эдуардович Юницкий сказал, извините, сегодня я не инженер, сегодня я фермер, вот, но, просто он не знал, что гости этого мероприятия, не просто, значит, гости экопарка, он просто не знал, что гости этого мероприятия, это приверженцы, поклонники, это все те мы, которые настолько влюблены в Анатолия Эдуардовича Юницкого, да, вот, поэтому пришлось ему быть на этом празднике инженером, вот, и мы сразу начали, значит, нашу беседу, он очень много всего интересного нам рассказал, вот сейчас мы перейдем к следующему слайду, очень дорогой слайд, очень дорогой слайд, это вот в окружении Анатолия Эдуардовича Юницкий, в окружении вот именно нашей команды, вот, видите, ну, тут так получилось, что многие, многие как раз таки уже не дождались, конца уехали, кто был в Менчане, не с ночевкой, да, поэтому здесь не все, но тем не менее, да, вот здесь вот и Надежда Геннадьевна, и Анатолий Эдуардович, вы знаете, что, одно дело, когда просто гости экопарка, а другое дело, когда люди, которые, кто с 15-го, кто с 14-го года, да, вот, кстати, даже были мы, те, кто с 14-го года инвестирует, узнали об этом, вот, это вот именно поклонники, таланта, гениальности Анатолия Эдуардовича Юницкого, поэтому мы его просто вот прям заобнимали, наговорили ему столько теплых слов, мы вдохнули в него всю свою любовь, показали ему, насколько мы его любим, и гордимся Анатолием Эдуардовичем, вот, но мне повезло больше всех, потому что, когда я пришла, ну, о книге «Инженер» я узнала из новостей, да, много очень рассказал нам Алексей, с Олегом Тарасовым на своих вебинарах, поэтому для меня была, ну, просто вот цель приобрести вот эту книгу «Инженер», потому что я собираю все коллекции книг, у меня есть, вот сюда не поставила, у меня еще есть тоже очень дорогая фотография, которая случилась благодаря тоже Алексею, да, вот эта книга, удивительная книга, хочу вам сказать, друзья, вот эта книга, она должна быть в каждом доме, вот просто в каждом доме Беларуси, и не жалейте денег, когда вы будете идти к каким-то своим друзьям, родственникам на какие-то праздники, на дни рождения, вы знаете, что самый лучший подарок – это будет вот эта книга. Вы понимаете, ее когда берешь в руки, это, ну, такая ценность, там даже, она настолько оформлена, такая красивая бумага, полна фотографий, интересных таблиц, она написана простым языком, там столько, вот именно поделились многие те люди, которые поддерживали Анатолия Эдуардовича Юницкого, сотрудничали, да, на протяжении всего вот этого долгого-долгого пути внедрения этой технологии в жизнь. Вот, поэтому хочу опять-таки сказать, что сегодня у вас, перед вами задача номер один, да, это приобрести эту книгу. Это может быть на интернет-ресурсах, но это может быть уже буквально через три месяца, если вы раньше не попадете, потому что я думаю, что я сегодня вас заразила, да, поделилась эмоционально вот этим праздником, да, вот именно посещением этого парка, потому что вы там сможете увидеться, Анатолием Эдуардовичем, потому что это его практически дом родной, его отчима, вот, вот это то место, это тот уголок, прям вот сокровенный, жемчужный для него лично, для его семьи. Вот, и эту книгу вы можете приобрести там, потому что в этих домах это книга. И когда вот опять-таки, я когда увидела эту книгу, у меня просто вот всё, думаю, всё, мечта сбылась. И я бегала с этой книгой, искала, значит, администратора домиков, чтобы мне куда заплатить за эту книгу, потому что я знала, что я вечером буду на ужине, и там будет Анатолий Эдуардович Ниско, чтобы он мне оставил автограф. И вот когда уже после ужина, вот мы остались в таком общении, я подошла к Анатолию Эдуардовичу, вот есть даже следующая фотография, следующий слайд, и вот это для меня, знаете, что золотая минута нашего праздника. Понимаете, вот на этом слайде, вот на этой фотографии моя душа улетала в рай. Потому что всегда, когда я слышу Анатолий Эдуардович, когда я его вижу, когда я просматриваю его ролики, где он в своих интервью делится новостями, отвечает на вопросы, у него есть потрясающий блог на YouTube-канале, вот это для меня самое-самое дорогое, просто дорогое, дорогие минуты, потому что вот слушать Анатолия Эдуардовича, его истории, когда он делится вот именно теми событиями, которые сегодня происходят, и не всегда они приятные. То есть его такой длинный путь, его творческий, инженера-конструктора, он не был усыпан розами, он был усыпан шипами в том числе, но он всё превозмог, он шёл к своей мечте и практически благодаря нам, простым людям, понимаете, особенным людям, потому что здесь особенные люди, да, вот мы сегодня создали то, что мы сегодня с вами наблюдаем в экотехнопарке, и причём ещё в одном экотехнопарке, это в Эмирате Шаржи, в которую мы с вами скоро отправимся в путешествие, потому что всё-таки я думаю, что экспо 2021 состоится, вот, поэтому я тоже вас приглашаю на это экспо, и вот там будет, конечно, представлен вообще наша технология, вот просто в самом красивом формате, я думаю, что в каком-то адресном проекте, вот, и когда Анатолий Эдуардович мне подписал эту книгу, он написал мне, что от автора Еленя, от автора «Небесных и космических дорог», и поэтому, знаете, что он сказал нам? Его даже иногда немножко вот, иногда может даже, не то что обижает, но он всегда согласен, когда просто говорят «Скайвей, Скайвей», сегодня это «Скайворд», и вот мне очень нравится, что вот этот фонд, он раньше назывался «Скайвей Кэпитал», и сегодня он носит такое замечательное название «Скайворд Комьюнити», то есть сообщество «Скайворд», то есть «Скайвей» — это лишь одна часть, маленькая часть всей философии «Скайворд», то есть что сюда входит? Это и небесные дороги, это инновационный транспорт, это линейные города и космическая программа, всё вместе в содружестве. И поэтому, когда мы ехали сюда, для нас было первое, что мы должны были на встрече с Анатолием Эдуардовичем узнать, это когда Экофест. Это первый вопрос был. Второй вопрос — это когда я куплю Эко-дом. Ну, я — это каждый из нас, правильно? Когда у меня будет Эко-дом, когда у меня будет возможность приобрести Эко-дом, потому что я инвестор, и вся моя сегодня цель, вся моя мечта — это иметь Эко-дом. Это первое моё. Вот. И поэтому мы получили ответы на эти вопросы. Анатолий Эдуардович сказал, что Экофест будет. Ну, конечно же, дата я сегодня не могу сказать вам, но я так вот думаю, просто мечтаю, что, может быть, где-то уже, наверное, в первых числах июня, может быть, где-то уже будет, значит, об этом нам в каком-то информационном ресурсе сказано об этом. То есть это где-то конец августа, ну, наверное, начало сентября, всё-таки экофе состоится. Вот. И мы сегодня ждём, живём вот именно вот этим событием уже после, как говорится, пребывания на втором празднике в Эко-парке Майонтки Юницкого. Ну, а на второй вопрос он ответил так. Эко-дом, конечно же, будет. И сегодня идёт, у него тоже задача номер один, идёт какие-то соглашения по земле, где он хочет тоже построить такой вот типа линейного города. Понимаете? Да. Поэтому эко-дома будут. Сегодня эко-дом, он сказал, дорогое удовольствие, а когда это будет в таком уже линейном масштабе, да, вот, то это будет немножечко по-другому, более близко для нас, для нашей возможности. Вот. Поэтому, я думаю, для вас это тоже, в общем-то, празднично, да, узнать о том, что эко-фест всё-таки будет, и все, кто мечтает иметь такой же дом, он тоже будет. Вот. И, ну, в принципе, вот всё, что я хотела, с чем я хотела с вами поделиться, может быть, я, конечно, немножечко затянула, но я сегодня нахожусь не в Минске. Вот такая у меня жизнь. Как только я узнала про Skyway, да, я не сижу дома, я всё равно езжу везде, и сегодня я в Алковыске, да, вот, у своего замечательного партнёра, о которой я познакомилась в соцсети, потому что я в 2015 году об этом рассказывала на всех своих ресурсах, да, во всех своих соцсетях. И вот эта женщина, я её очень люблю, Зоя Предка, мой прям любимый инвестор, мой просто партнёр, там уже моя сестричка, да, она узнала на моей странице, мы с ней подружились, я приехала когда-то в Алковыске, рассказала, ну, если детально, то это посёлок Красносельский под Алковыском. И сегодня я в гостях у неё, и я хочу вот прям предоставить ей слово, она буквально 5 минут поделится своими эмоциями пребывания в Экотехнопарке, я немножечко не получилась этот раз приехать, да, но она приехала, она была в 2019 году. Зоечка, я тебе уступаю своё место, затемнён, но уже сейчас я включу свет. Добрый вечер, Алексей, добрый вечер всем. Добрый, добрый. В прошлый раз я ездила с Леной в Экотехнопарк, в Федерское хозяйство Яницкого, я была в этом эко-доме, я была просто в восторге, как там всё классно, такой зимний сад, стеклянная крыша, ну просто вот этот шатёр, ну просто всё очень-очень было здорово, я просто была в восхищении всего. И вот Лена ко мне приехала, и я хочу просто вам показать, что она мне привезла в подарок с фермерского хозяйства. Я очень, ну, очень жаль, что я туда не попала, я смотрела все её видео, и вот думаю, и вот и тут я была, и тут я была, и столько там всего изменилось, так всё классно, там такие классные эти домики новые появились. Так снова захотелось там побывать, и вот я хочу вам показать, что она привезла мне в подарок. Вот, смотрите, вот эта этикеточка, фермерское хозяйство. Что там такое? Вот так вот. Фермерское хозяйство. Что там такое? Смотрите, фермерское хозяйство Яницкого, вот такой контейнер, и здесь вот такие шикарные проросточки гороха. Вот смотрите, какая красивая зелень. Очень полезная. Это просто такой классный подарок для меня. Очень вкусная. И вот сразу какие-то воспоминания. Когда мы ездили на экофесты, и вот мне вспомнился самый первый экофест. В конце праздника нас уже пригласили на обед. Мы с собой с собойки все взяли. А тут и объявляют, пожалуйста, приходите на обед. Обед бесплатный. Там полевые кухни, там была такая вкусная уха из красной рыбы. И потом нам тоже давали ростки подсолнуха. Я первый раз такое вот даже вот тоже вот ела такое. Но они тоже были такие вот хорошие, такие росточки. Мы все удивлялись, как это выращено. Но это, наверное, вот такой вот набегумся на этом. И когда мы там сидели в этой палатке такой, да, и вот как одна семья там радовались вот всему, вот всё, что это произошло, всё, как всё там. И вдруг к нам заходит в палатку Анатолий Эдуардович. И спрашивают, ну как, вкусная уха? Мы говорим, да, конечно. А говорит, я ещё не обедал. И он сел с нами за стол, покушал. Ну, конечно, ему там покушать особо не дали, потому что очень вопросов много задавали со всех сторон. Все его обступили, и мы говорили не только о проекте. Мы говорили вообще про жизнь, про здоровье. В общем, ну и вот тоже так как-то вспомнилось, как мы ехали с иностранцами от гостиницы «Виктория» в автобусе. И я рядом сидела, со мной сидел Мухаммед из Исландии. И мы с ним разговаривали. Он на своём языке, на английском. Я на своём, а мы ничего не понимали, мы улыбались. Говорили, ну, просто как-то так говорили. А потом до меня дошло. У меня было ещё, ну, тогда ещё был просто кнопочный телефон, а у него такой хороший телефон был. И я ему говорю, напишите мне, пожалуйста. Он подумал, что я говорю ему про ручку, что-то написать. Он говорит, у меня нет ручки. Я говорю, нет, не ручку, просто через гугл-переводчик напишите что-нибудь. Он так обрадовался. И вот мы с ним начали переписываться. Я читаю, он так... Он был просто в восторге от погоды. Вот мы... Была дождливая погода, а когда мы поехали в Экотехнопарк, в Экотехнопарк, вот на этот экофестиваль, и там солнце как специально. Выглянуло солнце, такая хорошая погода была. И вот... И потом... Уж как-то дорога очень быстро пролетела. Мы ещё не обо всём поговорили. Ну, он был такой благодарный, сказал спасибо, что вы поговорили со мной. Вот. И потом уже... Ну, потом мы уже с ним не встретились. Там уже там... И... Ну, вот такие какие-то... Вот Лена посылала нам вот это видео, и вот сразу какие-то воспоминания. Вот как здорово вот на это... И в фермерском хозяйстве Ленинского столько всего произошло. Столько вот... Ну, вот она показывала нам вот столько всего. Там уже появилось нового. Ну, что снова хочется поехать туда, и на экофест, и в это хозяйство. Ну, значит, надо планировать, да, не дожидаться нашего экофеста в конце августа. Можно приезжать. Вот у нас сейчас уже как раз где-то, тёплые деньки. Можно организовываться в группы. Вот я думаю, что наш вебинар посмотрит кто-то не из Беларуси, иностранцы, то у них... Очень позавидуют вам. Да, я хочу сказать, что там вот действительно вы можете провести любой свой праздник семейный, понимаете? Там можно провести свадьбу, там можно провести просто дни рождения, юбилеи, встречи с друзьями, встречи с выпускниками. Любой праздник, он превратится в шедевр, потому что, наверное, это самый дорогой, самый шикарный. Для рыбаков там вообще просто рай. Да, а скоро будет уже сделан, как бы, ну, считайте, первый адресный проект, как Анатолий Эдуардович говорит, для рыбаков. Это будет вообще сюрприз, то есть от начала КПП, да, до озера Надежды. Вот это озеро названо в честь... Юниконт, или как... Надежда Геннадьевна. Вот, и поэтому прямо вот туда будет пару километров адресный проект. Это можно будет уже, в общем-то, пролететь по небесным струнам. И увидеть вот эту всю красоту, вот, эко-технопарк воочию. Вот, и насладиться вот таким вот полетом. У кого-то, может быть, возник вопрос, ну, не знаю, у нас тут какая связь, допустим, да, фермерское хозяйство и струнных технологий. Вот, ну, немножко поясню, что струнные технологии – это та закрытая часть, где проводятся все испытания, транспортные средства, а фермерское хозяйство находит прямо рядышком, чтобы, когда приезжают те же иностранные делегации, чтобы можно было разместиться, вот, все это видеть, в принципе, в, ну, вот, невооруженным взглядом, все рядышком. Ну, и разместиться, и, соответственно, из этого уже выросло целый комплекс, выросло целое туристическое такое место, где можно не только разместиться, но и провести приятное время, там, где рыбалки и так далее, и так далее. Вот, и сейчас это уже такое стало знаменательное место на карте страны, вот, куда уже, в принципе, стекаются люди со всех концов, вот, и когда они приезжают, ну, даже не зная ничего про Skyway, просто приезжают туда отдыхать, и они приезжают и удивляются, ого, что здесь еще есть, помимо того, что мы здесь ожидали увидеть. Вот, поэтому, чтобы, если кто-то не понял, какая связь одного с другим. Вот, ну, и там еще Анатолий Дорович, он экспериментирует с той программой ЭКОМИР, вот, так как ЭКОМИР состоит из нескольких направлений, то вот направление ЭКОГУМУСа, то есть, которое будет применяться в ЭКОГОРОДАХ, вот, которое будет состоять из ЭКО нашего транспорта, то есть, ну, все взаимосвязано. Вот, поэтому там он проводит свои эксперименты с почвами, вот, и для своей космической программы и так далее. Да. Так что будем жить где-нибудь все вместе в каком-нибудь ЭКО-поселении, в ЭКОТОМАКе, наверное. Ну, мы сейчас, видите, досмотрим, изучаем, получаем, видим этот опыт, все заряжаемся его идеями, вот, ну, и потом будем где-то у себя на дачах или в специальных линейных городах будем это строить и жить уже не в муравейниках бетонных, так что спасибо вам за отзыв, за то, что поделились информацией, поделились впечатлениями, вот. Ну, более расширенно, наверное, мы уже с Еленой обсуждали, что, наверное, мы пообщаемся потом в Zoom через, ну, это, наверное, будет в июне, там, первая среда, вот, ну, и пообщаемся там уже в более такой неофициальной обстановке, то сейчас у нас идет запись, вот, которая, в принципе, она будет выложена завтра, вот, так что можете тоже ее потом в ссылочку получить и кому-то, вот, показать, кто хочет, посмотрит, вот. Все, всем спасибо, спасибо, девочки, вам, спасибо нашим гостям, кто слушал, вот, можете написать, спасибо большое Лене и Зое за рассказы, воспоминать, Оксана Ткач написала. Мы говорим только о том, что очень сильно любим, чем живем. Да, да. Поэтому приезжайте. Олег написал, супер, Наталья написала, мы тоже хотим там побывать, вот, так что всем. Скоро встретимся. Скоро встретимся все на Экофесте, у нас одна семья, понимаете, мы все одна семья в Skyway. Да. Ну, тогда, наверное, будем прощаться, да, до следующей среды. До следующей среды, да, отлично, у нас такие все встречи проходят по средам в 20.00, приглашайте гостей, своих партнеров, я не знаю, я каждую среду все вроде знаю, но я просто вот живу, живу вот на этих встречах в 20.00, потому что это очень дорогого стоит. А новости есть всегда. И этим роликом, который Алексей поставил вначале, нужно обязательно делиться, потому что вот здесь полная презентация, да, и сравнительная как раз-таки вот характеристика того, что сегодня есть и что будет в будущем с технологией Skyway. Как сказал Анатолий Эдуардович, мы строим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Skyway будет, как все вместе, и Apple, Microsoft, и Google, и все-все вместе. Еще знаете, что вот, значит, в общем-то, хочу сказать напоследок. Технология, линейные города, ну вот именно вот эта основа, которую сегодня Анатолий Эдуардович создал в экотехнопарке, вот это фермерское хозяйство, вот такие экопарки, это, мне кажется, потом тоже будет как франшиза. То есть это будет везде, везде, в линейных городах, вот такие экопарки, они должны быть в каждой стране. Экопарки Анатолия Эдуардовича Еминьского. Это будет очень круто. Да, да. Будем жить этим. Хорошо. Ну, сейчас у нас еще комментарии какие-то есть вокруг. Так, спасибо большое, всего доброго, до встречи. Да. Ну, все, спасибо тогда всем. Я сейчас ставлю финальное видео, вот, ну и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Знаете, где находится центр Беларуси? Спорим, многие даже и не задавались таким вопросом. Честно говоря, я тоже пока не стала путешествовать. Это не приманка для туристов, а научно обоснованный факт. Географическое сердце находится недалеко от Марьиной горки, куда я сегодня и отправлюсь. Сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Не про струнные инструменты, а именно про транспорт. Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Михаил Викторович, расскажите, что это за технология струнный транспорт? Это инновационная технология, отличается от всех остальных своей уникальной конструкцией, именно преднапряженной эстакадой, что делает ее легкой, красивой, ажурной, необычайно прочной. Ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости, ну, как минимум, 500 километров в час. 500 километров? То есть, вот смотрите, мне как водителю сразу становится любопытно насчет безопасности. Учтены, я думаю, абсолютно все, но, во-первых, путь абсолютно ровный, поэтому нету никаких кочек, на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов. Есть противосходная система, которая не дает отклониться от заданной траектории, естественно. Затем отсутствует пресловутый человеческий фактор. Кроме этого, на этом же уровне не существует ничего, с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться. Вот, допустим, автомобили движутся по дороге, по поверхности земли, где есть и общественный транспорт, автобусы, и поезда, и велосипеды, и все что угодно. И все это пересекается. У нас же все эти перекрестки на разных уровнях. Внешне система напоминает канатную дорогу, по которой перемещаются кабинки. Только здесь они едут по рельсам струнам, натянутым между специальными опорами. В разработке грузовой, городской и междугородний транспорт. В качестве личного транспорта мы можем предложить, например, юнибайк. В нем может быть от одного до трех мест различные компоновки, могут быть установлены педальные узлы. У нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно, тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Гармонично, да, и форма, и содержание. Прошу. Ой, как здорово! Подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом. Только его водителю шлем не нужен. Собственно, как руль и коробка передач. Их тоже нет. А вот расскажите, туристы, как они могут посетить ваше предприятие, познакомиться с новыми технологиями? То место, где мы сейчас находимся, это центр испытаний, международной сертификации, демонстрации струнного транспорта. Это, естественно, закрытый, можно даже сказать, режимный объект. Но ежегодно мы проводим экологический фестиваль. Любой желающий может купить билет, приехать сюда самостоятельно, самолично, опробовать наш струнный транспорт. Обтекаемый силуэт, футуристический вид, кабинки похожи на космические корабли. Я решила прокатиться на воздушной маршрутке. Ехать в транспорте будущего очень комфортно. По ощущениям, будто Париж над землей. А как здесь, в принципе, все устроено в кабине? Есть климатическая установка, вот вы слышите звук ее работы. Жара на улице. У нас здесь, по-моему, прекрасная, комфортная атмосфера. В случае чего-то непредвиденного, звонок диспетчеру. Камера видеонаблюдения. Вот это дисплей мультифункциональный, где можно посмотреть видеопрограмму, получить информацию о маршруте и так далее. Никаких, естественно, рычагов управления здесь вы не найдете, потому что автоматическая интеллектуальная система управления берет на себя все, скажем так, функции, связанные с движением. Так здорово, как в своем автомобиле едешь, музыка играет, расслабляет тебя. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать, что я ездила на транспорте будущего. Не вспомнился фильм «Пятый элемент». Там тоже пользовались городским воздушным транспортом. Время покажет, сколько в проекте фантастики, а сколько реальности.